В школе созданы все условия для нашего творческого развития. В школе также работает детская организация «Дружба», много предъявлений, кружков и секций разных направлений. А еще мы с 1 сентября являемся пилотной площадкой по развитию российского движения школьников. Скажите, пожалуйста, в школе и годы были ли у вас какие-либо творческие увлечения? Есть какие-то? Спасибо, пожалуйста. Вы упомянули интернациональную дружбу. Мне всегда нравилась и интересовала жизнь за рубежами нашей страны. Я увлекался географией, историей, зарубежной в том числе. Тогда существовали так называемые «КИЛИ» – клубы «Интернациональная дружба». Мне это было интересно. Тогда была такая организация «Комсомол». У коллеги «Комсомола» я занимался интернациональной дружбой, перепиской со своими сверстниками из-за пределов Советского Союза. Ну, а что касается творческих увлечений, я играл в школьном вокальном инструментаре, на самом деле. Мне очень нравилась музыка. Тогда современная, рок. Пожалуй, и все. Больше рисовать я не умел, стихи писать не умел и не умею. Но музыка мне нравилась, поэтому пока так. Спасибо, Алексей Маратович. А у Вас кто-то здесь интересуется музыкой? У Вас есть оркестр в школе? Или сейчас это не модно уже? Все перешли на гаджеты, то, что слушаете. Самим интересно играть. Кто-то в музыкальную школу ходил? Да. Да, вот у нас Ангелина, которая учится в музыкальной школе. В музыкальной отделении слушает. А на инструментах кто-то не играет? Еще не поздно. У Вас все впереди. Может быть, сегодня и начну. Завтра, что я, Алексей Маратович. Так, ребят, ну, пожалуйста, еще кто у нас. Можно. Болгарь Фониды, 9 класс, школа номер 1, имени Георгия Меркуриха-Лазарева. Принимая участие в республиканской конференции Бичкентурсин, я исследовал свою родословную до 6-го колена. И считаю важным нашему поколению чтить память о своих предках. И, как говорили наши предки, И, уважаемый Алексей Маратович, Вы занимались изучением своей родословной? Занимался, но, конечно же, не так глубоко, как и у Ринджи. Все-таки до 6-го колена я не дошел. Я, со слов родителей, тогда, когда были живы мои бабушки, дедушки, к сожалению, я не видел ни одного, они оба погибли в войну. Но вот до уровня прадедов я знаю о своих предках, правда, по мужской линии в основном. Мои предки жили здесь, неподалеку от Вас, в Ростовской области. И так служилось, наверное. Все были из воинского сословия, из казачества. Но глубже не копало. То, что ты занимаешься этим, это очень здорово, интересно. И это правильно. Тебе, наверное, сейчас стоит заняться генеалогическим древом, нарисовать красиво, оформить и раздать всем своим родственникам, особенно тем, кто придет после тебя, твои будущие поколения, чтобы знали, откуда они, как няня, родом. Это очень полезно для всех. Прошлое – это основа сегодняшнего дня. И, конечно же, это предпосылки для будущего. Не могу не отметить, что я сегодня здесь, конечно, по особому поводу. Ваши друзья, сверстники, которые вступили в релиз движения ЮНАМИ, только что мы поприсутствовали на приеме присяги, клятвы, вернее. И, говоря о прошлом, нельзя не упомянуть о нашем великом прошлом. Оно многогранное – наше прошлое, история нашей страны. И то, что произошло сегодня, вот юноармия, слет новых юноармейцев, носит особый патриотичный характер еще по одной простой причине, потому что мы все помним уроки Великой Отечественной войны. И один замечательный человек когда-то сказал, как только вы забудете эту войну, ждите скоро следующую. Так вот, чтобы этого не было, мы все должны звать свое прошлое. Наверняка, Олюмджиев, в твоем, в твоей генеалогии, твои предки отстаивали честь и независимость нашей страны, воевали. Поэтому очень здорово, что это ты помнишь. И твои друзья, наверное, может быть, заинтересовавшись твоим опытом, тоже будут интересоваться, кто где служил, воевал, жил и работал, строил нашу страну, строил сегодняшнее, наше, настоящее. Ну, а мы с вами будем строить будущее. Вернее, мы строим его сегодня, вам это предстоит делать завтра. Спасибо.